Всем привет народ! По многочисленным просьбам моих тараканов из моей же головы, я решил запечатлеть на видео список игр с превосходным музыкальным сопровождением. Список не является топом и полностью составлен на моем субъективном мнении. То есть, если я называю число в этом ролике, то скорее всего это просто нумерация и ни в коем случае я не подставляю какую-то игру в какое-то определенное место. Все они просто прекрасны и я не могу дать какой-то определенной игре первое или второе место. Предоставленные в ролике игры оставили теплые воспоминания в моем сердце и если вы не согласны с моим списком, вы можете написать в комментарии свой вариант идеального списка игр с превосходным звуковым сопровождением. И возможно именно ваш список появится в одном из следующих роликов, если он вообще будет в комментариях. Ну а я пожалуй заморочусь немного и начну прямо сейчас. Начну я пожалуй со второй части серии игр Assassin's Creed. Хотя я вполне мог впихнуть сюда всю серию. Но все-таки решил ограничиться только второй частью, ведь именно в Assassin's Creed 2 был самый узнаваемый трек среди всей серии. Он также использовался в Assassin's Creed Brotherhood, если я не ошибаюсь, и в Assassin's Creed Revelations. Возможно кто-то даже не знает его название и тем не менее узнает по этому треку игру, в которую играл когда-то в детстве. Трек кстати называется Ezio Family, семья Этсо, и написан он был Джеспером Кидом. Вы спокойно можете найти это в ВК и слушать его на здоровье. Ubisoft всегда делают качественное звуковое и графическое оформление своих творений. И именно за это мы их и любим. Ну, а еще у них сервера на картошке. Мафия 2 Да, вы все правильно поняли. Мафия 2. Я обязательно включу на фон тот самый саундтрек, который вспомнит каждый игрок, игравший во вторую мафию. Но только в конце моей речи. Чехи явно знали, что делают, когда добавляли эти саундтреки в игровое радио и катсцены. Ведь не будь этих завораживающих треков в игре, огромный кусок атмосферы улетучился бы, один хрен знает куда. И Мафия 2 собрала бы лишь половину от своих продаж на данный момент. Как мне кажется. И то, лишь из-за фанатов первой части, которые решили попробовать продолжение. Про третью часть мафии ничего не скажу, не играл. А вот вторую советую вам скачать прямо сейчас. И вновь насладиться городком Empire Bay, под греющим сердце треками любимой игры. Ты чё, дурак, бля! Следующей на очереди выступит пятая часть древних свитков. Ну или The Elder Scrolls, как кому угодно. Мало того, что в Skyrim главная тема просто завораживает, так там ещё и барды с прекрасно подобранными голосами поют прекрасно дублированные песни. Вот, послушай. За юность мы пьём, прошлым дням наш почёт. Скоро век произвола совсем истечёт. Объём, братьев, бури, землю нашу вернём. Защищать край родной будем мы день за днём. Глядя на атмосферу игры, саундтреки подобраны просто идеально и стоят на своих местах, как в литые. Ведь что может быть лучше после удачной охоты на ледяного тролля, чем прийти в ближайшую таверму, налить кружку верескового мёда и под песни бардов доедать своего свежезапечённого кролика, только приготовленного самостоятельно в рядостоящем кузелке. Скорее всего, есть что-то и лучше, но всё-таки мой голос за Skyrim. Следующим на очереди в моём списке расположился Сталкер, а именно Сталкер Зов Припяти, так как эта часть понравилась мне больше всех. В этой игре не то чтобы саундтрек, в ней атмосфера заставила меня добавить игру в этот список. Посиделки у костра с анекдотами, Сталкер, что играет на гитаре в ночи свою скорбную мелодию, звуки, увядшие от радиоактивной пыли природы и стрельба вдалеке. Всё это очень гармонично сплетается с перестрелками, во время которых играет напряжённая музыка. Скоро выйдет Сталкер 2, но первая трилогия навсегда останется в моей памяти, как игра, которая забирала меня на целые дни, раскрывая свои секреты один за другим. Пока, как мне кажется, я не познал их все. Флэтау 2 Флэтау 2 И её режима Дерби. Да-да, тот самый режим Дерби, где можно выбирать любые игровые авто и схлестнуться на них в смертельной битве, разбивая авто оппонента. И если кто-то выбирает себе Бэтмобиль, хотя вы договаривались только на стареньких, это могло обернуться обидой на долгие 15 минут вашей жизни. Это сейчас уже вышла третья, четвёртая, возможно и пятая часть. Но они меня не интересуют, ведь моё сердце может быть занято только одним флэтаутом. Ну, а это конец ролика. И простите, что так долго ничего не выпускал. Кризис, идеи закончились и вообще. Военкомат упёк меня в больницу, и у меня не было особо-то выбора. Но сейчас я здесь. И даже я сам не знаю, когда выйдет следующий ролик. Но всё же я буду стараться становиться чуть лучше, и выпускать чуть более качественный контент, чуть более чаще. Спасибо за просмотр, и если ты всё ещё здесь, то напиши в комментарии к ролику год, в который ты смотришь этот ролик. До новых встреч!